Я хочу поблагодарить всех собравшихся, тем не менее извиниться за то, что не смогу особенно вдаваться в подробности. У меня по-прежнему в тюрьме остаются товарищи по несчастью. Мой друг Платон Леонидович Лебедев, Алексей Пичугин. Многие люди по-прежнему еще находятся в ситуации, я сегодня об этом читал, что неназванные представители силовых структур говорят, что мы еще не сняли все вопросы к тем людям, которые сегодня остаются в России. Я, честно сказать, надеялся, что после слов президента на пресс-конференции третье дело ушло в прошлое, но, видимо, не все еще в России силовиков так считают. В России остались и другие политзаключенные, не только связанные с делом ЮКОСа. И то, что я хотел бы сказать, что не надо воспринимать меня как символ того, что в России политзаключенных не осталось. Я прошу вас воспринимать меня как символ того, что усилия гражданского общества могут привести к освобождению даже тех людей, освобождение которых не предполагалось никем. Нам просто надо продолжать работать над тем, чтобы в России, да и в других странах мира политзаключенных не осталось. Во всяком случае, я буду делать в этом направлении то, что от меня зависит. Думаю, что многие хотели бы меня спросить о том, что я планирую делать дальше. Как это не странно, а может быть и не странно это звучит для нашего быстрого века, «Я только 36 часов назад получил свободу». И какие-то планы на будущее я не считал возможным строить, потому что главное, что подкашивает заключенного, это надежда, которая в последний момент оказывается не случившейся. Так что над тем, что и как делать дальше, мне ещё предстоит думать, советоваться с моими друзьями. Я это обязательно буду делать. Ещё раз благодарю вас, и если вы сможете задать вопросы, то я постараюсь на них ответить. Спасибо большое, Михаил Борисович.